Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на нашем канале. И сегодня я расскажу, чем подкормить огурчики, чтобы получить действительно большой урожай. Всего одна ложка поможет повысить урожайность несколько раз, а также защитит огурцы от грибковых заболеваний и пожелтения. Посмотрите, какой у меня в этом году большой урожай огурцов. Если вы хотите такой же, то все дело в этой натуральной подкормке. Нельзя просто так посадить огурцы и ждать, что они вам дадут огромный урожай. А еще многие дачники покупают магазинные удобрения и ждут, что огурчики будут хорошо плодоносить. Ждут, 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 а тут уже и осень наступила, и дачному сезону конец. А все дело в том, что огурчики нужно правильно и вовремя подкормить, чтобы они принесли действительно большой урожай. Многие наши подписчики, кто уже давно на нас подписан, уже попробовали эту натуральную подкормку и присылают свои фотографии, хвалятся огромными урожаями. И я вам скажу, что результаты действительно впечатляют. Огурцы приносят большой урожай только в том случае, если их правильно подкормить. Во-первых, огурчики очень капризная культура и быстро вытягивают все полезные микро-макроэлементы из почвы. И если им не хватает питания, они останавливаются в росте, начинают сбрасывать завязи и цветки. И соответственно урожая вы никакого не получите. Также если вносить неправильные подкормки, например с большим содержанием азота, огурцы будут наращивать зеленую массу, но плодов вы также не получите. То есть у вас будет стоять куст, очень много будет листьев, но при этом будут опадать завязи и огурчики не будут завязываться. Поэтому необходимо внести правильную подкормку, всего одну ложку под куст. Огурчики получат все необходимые микро- и макроэлементы, витамины и минералы. А также эта подкормка поможет укрепить их иммунитет, защитит огурчики от пожелтения. А если огурцы уже у вас пожелтели, то они снова станут зелеными. Ну и конечно же эта подкормка поможет продлить плодоношение. Соответственно вы будете собирать большой урожай даже осенью. Несмотря на температурные перепады, даже в открытом грунте огурцы очень хорошо плодоносят. Итак, я беру овсянку, одну чайную ложечку и подсыпаю под каждый куст по одной ложке. Потом поливаю как обычно. Что важно, это не просто подкормка, которую вы полили, да и все огурцы взяли все необходимое. И потом почва снова пустая. Овсянка достаточно долго будет снабжать огурчики полезными микро- и макроэлементами. Ну, во-первых, это огромное количество витаминов группы В. Это биотин, это калий, это кремний, магний, натрий. Также железо, марганец, молибден, медь и цинк. Просто огромное количество витаминов. И огурцы будут их получать постоянно. То есть, вот овсянка пока она медленно разлагается, она будет снабжать огурцы полезными веществами. Благодаря такому большому количеству витаминов огурчики начнут расти хорошо, обильно плодоносить и не будут желтеть. А самое главное, они будут крепкие и стрессоустойчивые. То есть, даже несмотря на какие-то температурные перепады, огурцы все равно будут плодоносить. И также будет повышаться качество урожая. То есть, огурчики бывают от стресса, от перепада температуры, от холодов. Они начинают расти с горечью, с пустотами, такими закорючками. Благодаря такой подкормке огурцы будут ровненькие, хрустящие, без пустот и без горечи. Что очень важно. То есть, мы не только работаем с количеством урожая, но мы также не забываем про качество урожая. Через неделю после внесения овсянки необходимо внести 1 чайную ложку отрубей. Мало кто знает, но отруби имеют очень богатый витаминно-минеральный состав. Они содержат углеводы и белки, сахар, аминокислоты, витамины, макро-микроэлементы, а также растительные волокна. Во-первых, это большое содержание полезных веществ для огурчиков. Соответственно, это питание и большой урожай. А во-вторых, это пища для полезного микробиома почвы. Таким образом, мы не только подкармливаем огурчики и увеличиваем урожай, но и еще мы улучшаем состав почвы. Мы помогаем размножаться полезным микроорганизмом, микробиому почвы. Чем больше полезных микроорганизмов в нашей почве, тем больше вероятность того, что грибковые заболевания не поразят огурчики. Ведь все грибки, как фитофтора, хлороз, мучнистая роса, вершинная гниль, они в основном развиваются, когда в самой почве недостаток полезных микроорганизмов. Когда почва, вот этот вот микробиом, он нарушен. Когда холодно, когда понижается температура, когда высокая влажность, это все негативно влияет на микробиом почвы. Поэтому наша задача его улучшать. Хорошая почва, это всегда будет хороший урожай. Поэтому обязательно также вносим 1 чайную ложку отрубей и хорошенечко поливаем. Благодаря этому способу мы с вами получаем большой урожай огурчиков. Огурчики также растут очень вкусные, крепкие. Благодаря вот этому составу мы с вами знаем, что огурцы не будут желтеть и не будут плохо расти, потому что они будут питаться. То есть мы их напитываем. Мы помогаем снизить стресс у растений. Мы помогаем укрепить иммунитет растений. И также благодаря вот этому уникальному составу отрубей завязи не опадают. Огурчики не желтеют, потому что много питания. И огурцы стремятся нарастить как можно больше плодов, дать потомство огуречное. Поэтому надо их хорошенечко напитать. И мы с вами это делаем. Сначала 1 ложечку овсянки, а через неделю 1 ложку отрубей. После того, как мы с вами дали огурчикам питание, да, то есть мы насытили с вами почву полезными веществами для огурцов, чтобы им было откуда брать питание. Мы с вами еще также должны дать строительный материал самим огурцам для того, чтобы было из чего новые завязи, новые цветочки создавать. Чтобы это были не пустоцветы, а чтобы это были хорошие цветы, которые потом у нас будут завязями. И чтобы все завязи были крепкие, не опадали. И в целом у нас получились огурчики. Так вот, а для этого через неделю у нас после внесения отрубей мы вносим 1 чайную ложку сахара. То есть у нас получается 1 ложка овсянки, через неделю 1 ложка отрубей и еще через неделю 1 ложечка сахара. Сахар это глюкоза. Глюкоза просто строительный материал для огурцов. Она помогает, во-первых, лучшему усвоению микро- и макроэлементов из почвы. То есть мы уже после того, как внесли овсянку и отруби, у нас огурцы должны их впитывать. Чтобы для того, чтобы они их лучше впитывали и высваивали, мы вносим сахар. Во-вторых, вот этот баланс микро- и макроэлементов, чтобы он был не нарушен, также для этого вносят сахар. Ну и самое главное, сахар, глюкоза, строительный материал, соответственно, чтобы огурчики начинали наращивать все больше и больше плодов. Чтобы мы с вами смогли получить большой урожай. Это очень важно сделать в июле, потому что скоро, когда наступит август, будет похолодание. И у огурцов начинает к тому времени, если их хорошо не подкормить, не напитать, падать иммунитет. Соответственно, слабые огурцы подвержены грибкам, фитофторе, хлорозу, мучнистой росе, вершинной гнили и другим. Ну и, собственно, тоже огурцы начинают желтеть именно из-за отсутствия питания и из-за слабого иммунитета. Вот чтобы это все, конечно, можно исправить, да? Но, чтобы этого не было, лучше предотвратить, лучше профилактику провести, чем потом мучиться и стараться избавиться от пожелтения. Поэтому сейчас обязательно вот эти три ложечки мы вносим в июле с периодичностью недели, чтобы у нас в августе и в сентябре огурцы хорошо плодоносили. Вот этот способ самый простой. Не нужны никакие магазинные удобрения, не надо ничего наводить, настаивать, да? Просто одну ложку под кустик и огурцы будут плодоносить очень хорошо. Была рада поделиться с вами этой хитростью больших и вкусных вам урожаев. Субтитры создавал DimaTorzok